Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова, 19 июня. Вся страна отметит День медицинского работника. И в канун этого замечательного праздника мы встретились с главным врачом Одинцовской центральной районной больницы, крупнейшим лечебным учреждением нашего района. Здравствуйте, Ольга Александровна! Здравствуйте! Рада вас видеть. Это взаимно. Действительно, Одинцовская центральная районная больница – самое крупное лечебное учреждение. И, конечно же, вам есть чем гордиться и кем гордиться. Практически каждый день ваши врачи делают невозможное. Врачи спасают жизнь людей. Мы тоже обо всем этом рассказываем, и наши телезрители видели это за этот год. Было немало таких случаев и спасения детей, и открытые операции на сердце. Уникальные просто врачи, уникальные сотрудники. Конечно же, поздравления мы перейдем чуть позже и рассказы о том, какие врачи. Сегодня хотелось бы поднять очень серьезную тему и проблему, которая в последние дни стала актуальна. Не секрет, и для всех это сейчас известно, что социальные сети, СМИ просто ополчились вместе с пациентами на врачей. И было бы за что. Да, когда за что, наверное, так проще решить вопросы и отвечать на это. Но когда просто идет какая-то травля в соцсетях, действительно, наших врачей становится... Ну, первое, что это очень жалко и очень стыдно за тех пациентов, которые не ценят труд, тяжелейший труд медицинских работников. Хотелось бы вот об этом поговорить, потому что, конечно, центральную районную больницу и вообще лечебные учреждения нашего района, это всех касается напрямую. Наверное, уже не остался ни один заведующий ни отделением, ни просто врач участковый, не затронутым этой проблемой. Это действительно так. И, конечно, когда вспоминаешь медицину и свое... Вообще, первый день, когда становишься врачом, да, когда ты одеваешь белый халат, даешь клятву Гиппократа, ты счастлив, что ты окончил медицинский вуз, и, наконец-то, твоя мечта сбылась, ты начинаешь работать. Мне есть чем сравнить, наверное, людям моего поколения и врачам старше меня есть чем сравнить. Я начала свою трудовую деятельность с 87-го года. На следующий год это будет 30-летний такой юбилей. И то состояние, в котором я пришла в медицину, я имею в виду эмоционально, оно было неповторимое и невероятное. Это было большое счастье, потому что это была мечта. И врачи, и медсестры, и фельдшера, и лаборанты, вообще вся наша братья медиков идут в медицину, потому что они хотят работать там, они хотят помогать людям, потому что врачом и вообще медицинским работником может стать не каждый человек. Это жертва. И очень жертва наши пациенты этого не понимают. Очень жаль, что они не понимают работу врача, который работает сутки, санитарку, как она работает, с чем она сталкивается и так далее, и так далее, и так далее. Для нас это было счастье. Мы одели белый халат, мы пришли в лечебное учреждение, начали работать. И работа каждую минуту приносила удовольствие и счастье, безусловно. Это было огромное счастье, быть врачом. И быть акушеркой я начала свою трудовую деятельность. После медицинского училища я прошла все ступени. Вообще медицина. Начинается санитарка, и сейчас я главный врач в большой многопрофильной больнице. Да, самой крупной больнице и в районе, и в области. Я очень горжусь, что меня удостоили этой чести быть руководителем данного лечебного учреждения. Не самого простого, не самого простого, а самого, наверное, сложного. Одного из таких тяжелых объектов по своей нагрузке. И очень жаль, когда мы стараемся, мы делаем очень многое, это действительно так. И это видят пациенты. Пациенты это видят, люди это видят. И когда начинается это перековеркивание и деформация информации, деформация и передергивание того, что есть на самом деле, конечно, это становится очень печально. И порой ситуация выходит из-под контроля, и трудно медицинских работников вообще удержать на работе. Мне всегда хотелось спросить пациентов, вы не задумывались, кто вас будет лечить через пять лет? Кто придет в медицину? Ведь врач и медицинский работник никогда не был вообще в истории государства обслуживающим персоналом. Это интеллигенция. Вообще-то это элита общества всегда была. Человек в белом халате. И всегда испытывали уважение. Я помню момент из моего детства. Моя бабушка отработала очень много лет на фельдшеско-кушерском пункте в деревне. Я как маленький ребенок постоянно телепала с ней, потому что часть времени я проводила с ней. Я помню момент, который у меня застрял в памяти, когда она мне повезла, у меня заболел зуб. Мне лет пять, наверное, было. Я была совсем малюсенькая. Мы поехали в сельскую больницу, в район. То есть это были такие деревянные бараки, побеленные изнутри. Там были свои регистратуры. Все было так же, как сейчас. Только это было дерево и побелка. Много этих корпусов в этой больнице. Мы приехали пораньше, потому что автобус приходил очень рано. Еще не было врачей. Нас какая-то бабушкина знакомая санитарка запустила, и мы сидели в холле. Холл начал наполняться пациентами. И раньше, потому что, опять же, транспорт. И деревня, и село. А потом стали уже приходить врачи к своему рабочему времени. Когда заходили врачи, их же знали все в лицо. И сейчас врачи знают в лицо и знают по именам. Потому что мы тоже фактически живем в деревне, можно так сказать. Денцовский район, сельская местность фактически. У меня застряло в моей зрительной памяти, когда заходили доктора. Пациенты и мужчины снимали свои кепки, говорили здравствуйте. И поднимались со своих стульчиков поздороваться с доктором. Это элемент уважения, который люди испытывали к врачам. Тогда не было МРТ. Тогда не было компьютерной технологии. Тогда не было невероятных лабораторий. За что трясут нас порой за грудки наши пациенты. Подайте мне этот вид исследования. Тогда не было ничего. Дерево, побеленные стены. И вот он врач с дипломом. Понимаете? Ручка, бумага, фонендоскоп, стетоскоп, ртутный тонометр. Мозг врача, понимание и так далее. И очень маленькая диагностическая база. И ограниченные возможности. Но людей лечили, а люди уважали врачей. Когда человек привстал со стула, это элемент уважения. А уж когда зашел главный врач, медики отклонялись в коридоре к стене. Здравствуйте, пациенты, здравствуйте. То есть это был элемент уважения и признания. Что мы видим сейчас? В нашей больнице пациент ударил врача, женщину. Мужчина ударил женщину врача. Кто об этом написал? Это показали в СМИ. Взяли у него интервью, почему он ударил врача. Нашего лор-врача. На отмашку по лицу. Кто дал пациенту право бить врача? Меня хватала пациентка за грудки в холле. За что? За то, что гардероб вовремя не открыли. Это нормально? Она мне тыкала в грудь и сказала, ты работаешь на меня. Ты меня обслуживаешь. Разве я это заслужила как врач? Я повторяю, я в медицине с 87-го года. Я не обеляю медицинских работников ни в коей мере. У нас масса проблем. Масса каких-то нюансов, которые нужно править. Их нужно рихтовать. Их нужно ставить в рамки. Мы работаем над этим каждый день. Мы не говорим, что мы идеальны и мы ангелы. Абсолютно нет. Человеческий фактор никто не отменял. Мы заканчиваем все одни и те же лечебные учреждения. Но врачи, безусловно, бывают разные. Но ведь мы же не снимаем скрытой видеокамерой наших пациентов, которые поступают в алкогольном делире, которые снимают с петель двери, выбивают стекла, ломают каталки, плюют в лицо врачам. Мы же тоже можем сделать эту съемку и выставить в Ютуб. Ведь пациент не поймет, кто это сделал. Медик или другой пациент, сидящий в коридоре. А мы не делаем это потому, что все-таки мы относим себя к интеллигенции. Все-таки мы люди с высшим образованием. И мы врачи. Мы люди в белых халатах. Мы склоняем голову где-то, да? Но мы относимся с пониманием к больным людям. Я подчеркиваю, к больным людям. И иногда вспоминаешь слова известного академика, я не хочу сейчас его цитировать, который сказал, тоже в порыве вот к какому-то, да? Нация больна. Очень не хочется, чтобы было так. Очень не хочется, чтобы и пациенты, и врачи были по разные стороны баррикад. Должно быть взаимное уважение друг к другу. Врачи уходят, мне задают вопрос, мои руководители, почему ушли такие-то врачи? Я говорю, они не могут работать в таких условиях. Не в условиях лечебного учреждения, материально-технической базы, заработной платы и так далее. Они не могут работать именно в этом социуме. Не каждый врач может принимать оскорбления каждый день. И врач уходит в частную клинику, я хочу это акцентировать, не за заработной платой. Хороший врач-профессионал, работающий в государственном учреждении, никогда не будет получать маленькую заработную плату. Никогда. У этого врача будет достойная заработная плата, и у него будет очень много пациентов, которые хотят у него лечиться. Никогда врач не уйдет из государственного лечебного учреждения из-за заработной платы. Они уходят из-за невозможных условий существования в период прессинга и злого троллинга и унижения. Это самое страшное. У меня вопрос к пациентам. Можно изменить за полтора года то, что не изменили за 15 лет? Это невозможно сделать. Нам нужна помощь. Помочь? Чем можно помочь? Своим терпением, своим пониманием и обращениями, но не агрессивными. Хоть один пациент есть у нас в районе, который обратился ко мне и оказался без помощи. Я хочу его увидеть. Я хочу его выслушать. Что он ко мне пришел, я перед ним закрыла дверь, как главный врач. Не приняла и не решила его проблему. Я отвечаю на звонки горячей линии, телефон горячей линии. Если я не отвечаю, я руководитель, я могу быть на совещании, где звук выключен. Но когда я выхожу с совещания, со съезда, с конференции, я перезваниваю, как правило, всем пациентам. И я стараюсь решить все вопросы. Я могу решить все вопросы, которые касаются аспекта нашего лечебного учреждения, кроме психиатрии. Я не могу помочь психически больным людям с диагнозами. Я не первый раз приглашаю любого, кто пишет в желтой прессе отзывы о больнице и называет нас помойкой. Я приглашаю еще раз с экрана телевизора. Приглашаю этого человека ко мне на рабочий день, к травматологу на сутки, к хирургу на сутки, к врачу приемного отделения на сутки, к медсестре неврологического отделения на сутки. Только по-честному эти сутки выдержать и потом выйти от нас и дать резюме. Кто дает право оскорблять медсестру, бить ее по рукам, толкать ее? Кто дает право? Кто знает положительные моменты, кроме грязи? Я вижу в последнее время только грязь. Кто знает о том, что мы хотим выдвинуть и мы ведем переговоры, беседы с министерством, мы находим точки соприкосновения, чтобы у нас открыть сосудистый центр. Чтобы у нас сделать центр травматологии. Чтобы у нас будут открываться на следующий год детские КДЦ, взрослые КДЦ. Кто знает, что уже принят проект строительства первой поликлиники с реконструкцией. Об этом знают люди? Или они знают только какие телефоны у Месюкевич? И кто где-то что-то сделал пациенту, не делал операцию 4 часа, потому что хирург вымогал деньги? Мне это непонятно. Откуда берется эта информация? Приходите, берите за руку, приводите. То есть, получается, средства массовой информации интересно опубликовать и показывать только то, что грязное и острое, то, что может зацепить пользователей. Я понимаю так. Если существует проблема, ко мне обращаются много людей с обращениями, с предложениями. Но когда мне, у меня раздается голос в телефонной трубке. Я говорю, вы что, Месюкевич? Та Месюкевич? Я говорю, ну если у вас есть другая, может быть, вы ошиблись. Я говорю, какая именно та Месюкевич вас интересует? Та, которая здесь на фотографии? Я говорю, да, это я та, которая на фотографии здесь. Ну и что мы ничего не делаем в детской поликлинике? К сведению жителей нашего района, я хочу сказать, что вчера вышел приказ Министерства здравоохранения Московской области. Мы удостоены почетного звания лучшая детская поликлиника в области в номинации IT-технологии. И пусть меня сейчас затупчут. Желтая пресса. Я задаю молодому человеку вопрос. Хорошо, мы ничего не меняем. А вы застали тот момент, это было буквально еще два с половиной года назад, когда около детской поликлиники жгли костры в пять часов утра и писали ручкой, и писали ручкой номера. Об этом забыто. Вы забыли то время, когда дежурил один хирург, один травматолог. Я так понимаю, что плохое забывается быстро, а хорошее мы будем деформировать, перекручивать и унижать медицинских работников. Я повторяю, что быть медицинским работником – это большая честь и высокое звание. Просто человек в белом халате уже обязан вызывать уважение. Те нюансы, которые у нас есть, пусть будут обращения от пациентов. Ольга Александровна, вот был такой случай. То-то, то-то, то-то. Вот эти обращения, они адекватные. Человек позвонил мне. Она говорит, Ольга Александровна, я знаю, что вы главный врач, вы принимаете какие-то меры. Вы реагируете. Вот я вам хочу рассказать такую-то ситуацию. Я буду об этом знать. Я прицельно пойду и посмотрю. Если вы жалуетесь на то, что сестры спят, я был, кто-то стонал, медсестра спала, наберите меня в 2 часа ночи. Я отвечу на этот телефон. Я сяду в машину, не поленюсь и приеду к спящей медсестре. Должны быть факты. Должны быть факты и решения на местах. Люди и пациенты, которые хотят решить свою проблему на местах, они никогда не напишут в добродел и не будут дергать у губернатора. Это называется пеновзбивание. Это называется отвлекать серьезных руководителей от важных государственных дел. Для этого есть главные врачи и заведующие отделениями. Адекватный пациент, если его интересует лечебный процесс, его интересует отношение, он обратится к заведующему отделения, либо к главному врачу. Правильно? Правильно. И я приглашаю пациентов к себе на беседу, иду в отделение и смотрю, потому что я могу этого не знать. Контакт и диалог, я вижу то, что я вижу. Я делаю обход, я делаю замечания. Да, я интересуюсь, безусловно, историями болезни. Я провожу конференции, я делаю обходы клинические, административные обходы. У меня созданы комиссии, которые делают административные обходы в больницах. Но мы никогда не узнаем контакт пациент-врач. Это мимо глаз главного врача. Только пациент знает, как было на самом деле. И я прошу, приходите, двери открыты. Если мы хотим решить какие-то нюансы и какие-то проблемы, их всегда можно решить. Мирным, адекватным путем, а не под закрытым аккаунтом лить грязь. Когда оскорбляют больницу, ЦРБ, и называют ее ЦРБшней, я принимаю это оскорбление на свой личный счет. Потому что я являюсь главным врачом этой больницы. Когда оскорбляют меня, значит оскорбляют больницу. И сотрудники точно так же переживают. Потому что та ситуация, о которой говорят, она надуманная. Она надуманная, ее не существует. Для того, чтобы мы смогли сделать какие-то подвижки более эффективно, всегда должен быть открытый, адекватный диалог. Не под закрытыми аккаунтами. Хрюся-муся, ха-ха, мана и так далее. Понимаете? Причем у одного человека четыре аккаунта. Я это знаю. Есть открытый диалог. Прозрачность должна быть. Поэтому я приглашаю наших оппонентов провести с нами время в нашей больнице. Дальше. Когда вы оскорбляете заведующих, руководителей, главных врачей, тогда погружайтесь в эту систему глубже. Когда вы поливаете грязью главных врачей, сейчас речь не только обо мне, о том, что больница разрушена где-то, у меня вопрос. Это я ее разрушила за два года? Или другой главный врач ее разрушил за два года? Или все-таки там не было ремонта 40 лет? Погружайтесь глубже в эту проблему. Если вы считаете, что у нас нет оборудования, хорошо, войдите на сайт Минздрава, откройте государственную программу и посмотрите, мы включены в закупки оборудования или мы не включены? У нас доступность. Погружайтесь в проблему глубже и давайте работать в одном направлении. Я вам спасибо еще скажу. Ровно так же, как другие главные врачи. Но когда пациент меня хватает за грудки и говорит, что это за регистратура электронная, мы хотим в живые очереди сидеть. И они таки создают эту очередь. Они приходят все равно без записи и пишут жалобы губернатору. Как решить проблему? Ее можно решить только сообща. Если есть пробел, пожалуйста, я готова. Я спасибо повторяю и скажу. Но если нас троллить, гнобить, плевать нам в спину, я повторяю, что врачей через пять лет не будет. И некому будет лечить средний социальный уровень людей. Просто люди уйдут в частные, спокойные клиники. Я повторяю, не из-за денег, а из-за того, что я у меня в первой поликлинике сейчас написала заявление. Перейти обратно на ту должность, на которой она была, врач-стоматолог, она говорит, Ольга Александровна, крайне тяжело работать. Тяжело. Перед ней работала прекрасная специалист, коротких Ольга Валерьевна. Я молилась на нее. Я на нее молилась. Это тот человек, который должен быть в этой поликлинике. Она сказала, Ольга Александровна, я не могу. Я забыла о семье, о доме, о детях. Я не могу постоянно выдерживать этот троллинг, оскорбления, скандалы в кабинете. Я не могу. Вы извините, я не могу. Это все переворачивается. И говорят, Мясюкевич убрал врачей. Я их не убрала. Я просила на коленях их остаться. Они у меня работают так же. Они перешли на обычную должность врачей. Просто врачей. Но выдерживать такой поток грязи ежедневно просто невозможно. Я повторяю, не оправдываю. Совсем прям. Мы не белые пушистые. Мы не белые пушистые. У нас тоже есть нюансы. Я повторяю, человеческий фактор. Дипломы у всех одинаковые. Люди, мы все разные. Кто-то лучше разговаривает, готов к диалогу. Кто-то более настроен из медиков к психоэмоциональному. Контакту. А кто-то нет. Кто-то более замкнутый. Да, нет, не знаю. Но он сделает все правильно. Пациенту нужно другое. И пока мы не начнем рубить этот узел, эта война будет разгораться еще больше. Я никогда не думала, что в моей голове, я считаю, что я пошла в медицину по призванию. И те пациенты, которые проходили через мои руки, я не думаю, что они скажут другое. Правильно? Правильно. Но я никогда не думала, что ближе к 50 годам у меня будет желание. Мечта главного врача. И я думаю, это не только моя мечта. К сожалению. О чем мы мечтаем? Чтобы поставить пациентов в рамки, закрыть все больницы на сутки и посмотреть, перейдет вот этот щелчок у пациентов, что мы все-таки нужны, или так и не щелкнет. Уважаемые пациенты, мы вам нужны ровно так же, как вы нужны нам. Вы нам нужны для того, чтобы наша нация была здорова, чтобы мы спасали жизни, чтобы мы крепили семьи. Здоровье и болезни – это разные вещи. Я всегда говорила, когда я работала непосредственно в родильном доме, я всегда говорила врачу-акушеру-гинекологу. Вы больше, чем акушер. Вы хранитель семейного очага. Врач на меня смотрел и думал, что она вообще говорит? Какой акушер хранителя семейного очага? Потому что инвалидизация женщины и смерть ребенка рушат семьи и рушат жизни. И мы не можем себе это позволять. Мы должны бороться до последнего. Но наши пациенты должны тоже понимать, что человеческая жизнь, она может оборваться в любой момент. И медицина наша не небессильно. Бывают ситуации, когда помочь невозможно. Мы не в состоянии. Не потому что нам не хватает квалификации, а потому что организм человеческий несовершенен. Но эмоции перехлестывают людей, и тяжесть потери их бросает на поиск виновного. Но его несложно найти. Конечно, человек в белом халате. Он виновен. В том, что ребенок был недосмотрен и упал с шестнадцатого этажа. Да? В том, что ребенок вылил на себя ведро кипятка. Конечно, врач будет виноват. В том, что ребенок пришел к педиатру. Педиатр просил мамочку, чтобы ребенок лег в больницу. Мамочка отказалась. Но мамочка забывает об этом. И начинается травля, прессинг, грязь, суды, прокуратура, судебные иски и деньги. 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 Разве может стоить жизнь человеческая денег? Не может. Я никогда не понимала. Наказать врача хорошо. Вы хотите наказать, вы наказываете. Но когда идет многомиллионный иск следом, разве это наказание? Это не наказание. Это другое. Так где у нас мораль? Где грань этой морали? Понимаете? И, естественно, кто становится под удар? А под удар становятся лучшие. Лучшие хирурги. Лучшие терапевты. На них ложится большая нагрузка. Ведь пациенты тоже знают лучших в коллективе врачей. Правильно? Они идут к лучшим. Все. И лучше становятся уязвимы. Потому что нет проблем у того, кто ничего не делает. Проблема будет всегда у того, кто делает. Кто меняет, крутит, вертит, меняет политику, ломает что-то в корне. Конечно, я буду одиозной фигурой. Безусловно. Я уж смирилась с этим. Даже уже не удивляюсь. Спать я не даю. При мне нужно работать. Вы знаете, если так пойдет дальше, я повторяю. Людей некому будет лечить. В платные клиники пойдут не все. В платных клиниках очень хороший ценник. Да, безусловно, там очень хорошие отношения. А потому что там и люди поступают. Другие, наверное. Хотелось бы, конечно, признания и уважения. Нам тяжело. Если вы не верите, придите к нам. Поработайте с нами. Я думаю, что один-два пациента придут, поработают с нами, встанут за трибуну и скажут, ребята, это невозможно. Это выдержать невозможно. Какой-то колоссальный труд. Может быть, тогда задумаются? Да. Может быть, проводить неоткрытых дверей для пациентов? Я не думаю. Вы знаете, я не думаю, что кто-то выдержит с врачом-травматологом дежурные сутки. Да? С открытыми черепно-мозговыми травмами, сломанными бедрами и политравмами. Да? С рвотными массами, фекалиями, кровью и биологическими средами. Я не думаю, что к этому кто-то готов. Хорошо там, где нас нет. Критиковать всегда очень легко. Ничего не стоит критиковать. Сейчас ведь сложная ситуация экономическая в государстве. Все это понятно. Идут сокращения. Где-то проблемы с заработной платой. Но почему становятся уязвимыми учителя и врачи? Почему мы-то стали бейсбольной битой? Почему? Нас-то дубасят за то, что учителя учат детей. А кто-нибудь знает, что такое учить класс, где 34 ребенка или 32? Вот я смотрю на своего ребенка, он у меня отличник. Очень умный парень, адекватный, все. Но он же ребенок. У него шило в одном месте. И таких 34. Наших любимых, да? Которые вынесут мозг любому. Нужно же объективно относиться к учителю. Но мы обижаемся на учителя. Наш-то хороший ребенок. А вот преподаватель точно предвзято отнесся, да? Вопрос. Наш нужно защищать? Или просто нас нужно понять? Или все-таки нас нужно травить и гнобить? Я просто думаю, нас не нужно не защищать, нас не нужно не травить. С нами нужно встать в одну линейку, понять, что мы друг без друга никак не сможем. Ни пациент, ни врач. Но между нами должна появиться какая-то связующая, нормальная, адекватная атмосфера. Вот я хочу пациентам дать совет. Найдите будку, где спит собака. Или просто сидит собака. И начните ширять туда палкой. Вам собака полежит руку или собака укусит эту руку? Она укусит эту руку. Совершенно однозначно. Мы сейчас находимся, медики, в замкнутом пространстве. Нам некуда деться. И на нас сыплется град, шквал камней со всех сторон. И сверху, и сбоку, и снизу все клокочет. Вопрос, что нам делать? Изменить систему? Или не принимать пациентов? Или проще уйти из медицины? Я разговаривала с врачами с большим стажем. Говорю, все, надо просто уходить из медицины. Они говорят, у нас такое желание. Можно руководить фабрикой. Мне все равно, где руководить. Фабрикой, заводом, колхозом, кораблем, титаником. Мне все равно. Я управленец. Сейчас уже стала. Я могу стать и врачом. Но стоит ли одевать белый халат, если все плюют в спину? Это самое страшное, когда это касается не самых худших слоев медицинских сотрудников. Не самых худших. И не самых худших больниц. Поэтому все-таки я думаю, что агрессию нужно убирать с обеих сторон. Если пациенты будут более терпимые, они встроятся в нашу систему, особенно что касается амбулаторно-поликлинического звена. Укомплектовать штат невозможно. Из-за отношения пациентов к врачам. Причина одна. О зарплате вообще никто не говорит. Одно и то же. Нет, так работать невозможно. Я понимаю, когда под кабинетом сидит 20 человек. 5 из них по записи, а 15 пришли просто так. И они требуют помощи. Хочу сказать, что если бы вернуть назад, я когда в порыве расстройства, я говорю, вернуть бы 30 лет назад, я не пошла бы в медицину. Потому что когда я успокаиваюсь, ну как без этого? Без этого жить уже нельзя. И та категория медработников, которые очень много лет работают с человеком. С их проблемами они не смогут это отдать уже. Мы рождены для этого. Хоть один пациент понимает, что мы отдаем свою жизнь. Свою жизнь отдаем им. Своё личное пространство. Мы забываем о детях. Мы забываем о мужьях. Мы уже не варим борщи. Потому что мы работаем. Мы хотим принять больше пациентов, потому что кто-то ушел в отпуск у нас. Мы перекрываем это время, чтобы пациенты не пострадали того врача, который ушел. Кто об этом задумывается? Я думаю, что никто. А мы ведь не машины, мы ведь тоже люди. И очень бы хотелось, чтобы, если обхватить весь земной шар, то не только, чтобы это сделали либо врачи, либо пациенты. А чтобы в этой цепочке за руки медик-пациент, медик-пациент, возьмемся за руки, это называется. Проще всего затоптать ногами и плюнуть в лицо. Мне интересно, это доставляет удовольствие пациентам, унижая медика. Хотя очень много пациентов благодарных. Очень много. Очень много. И очень много случаев спасений. Конечно, благодарность им приходит не только к вам, но и к врачам. И тоже пишут. Но как-то это не так пользуется популярностью. Я задаю пациентам вопрос. Вот вы видите, нас топчут в соцсетях. Вы видите, нас просто оскорбляют. Они говорят, Ольга Александровна, вы что на это внимание обращаете? Да людей же нормальных как бы больше. Они так говорят. Я просто транслирую их слова. Ольга Александровна, да это вообще, это же, ну, кто может это писать? Ну, это пишут неадекватные люди. Повторяю, есть проблемы, есть нюансы. Нам нужно время. Время. Сделано очень много. Но нужно встроиться в эту структуру и пациентам тоже. Хочешь, не хочешь, но надо встраиваться. Все-таки мы знаем, что благодарных пациентов и тех, кто действительно любит, ценит, уважает врачей, и больше. Ну, конечно, сложно работать в таких условиях. В канун Дня медицинского работника хотелось бы, чтобы все-таки вы сказали о том светлом, чистом и добром, что происходит ежедневно в стенах вашего лечебного учреждения. Я повторяю еще раз, что я благодарна судьбе, что мне дали право работать в этом учреждении. И около двух тысяч медицинского персонала в лечебном учреждении, это очень большая цифра. Они все очень разные. И внешне, и внутренне. Это разные специалисты. Это специалисты разной квалификации. Но благодаря им эта больница существует. Никогда больница не будет существовать без медсестер. Сестер-хозяек. Ключницы, как я их называю, они у них все четко. Они как хомячки. Тарелка к тарелке, пеленка к пеленке. Без врачей, без заведующих отделений, без административного звена и без главного врача в том числе. Это команда. Она такая, какая она есть. И мы должны принимать ее такой, какая она есть. Я хочу сказать спасибо людям в белых халатах за то, что они есть. За то, что они, несмотря ни на что, все это выдерживают. Не противостоят. Они противостоят, но делают какие-то выводы, может быть, становятся еще профессиональнее и еще выше. Негатива. Спасибо им за то, что они позитивно все-таки смотрят на свою жизнь и на свою профессию. За то, что они остаются в этой профессии. Хочется пожелать всем людям в белых халатах, всем врачам, всем нашим сотрудникам, всем нашим замечательным медсестрам, анестезисткам, операционным сестрам, постовым сестрам, детским сестрам, персоналу амбулаторно-поликлинического звена, потому что на данный момент это самая уязвимая категория, крепчайшего здоровья, высочайшего профессионализма. Идти по жизни с гордо поднятой головой, потому что быть медиком может не каждый. И я это официально заявляю. Я хочу пожелать им огромного счастья. Нужно немножко потерпеть. И обязательно все изменится в лучшую сторону. Я думаю, что даже наши враги повернутся к нам лицом. Я в этом убеждена и уверена. И я думаю, что тот путь, который мы выбрали, он не самый легкий. Он не самый простой. Мы обязательно должны дойти до логического конца. Мы должны увидеть то, что мы хотим, то, что мы запланировали. Мы обязательно должны это увидеть в реалии. И я думаю, что пациенты, ну, просто обязаны нас услышать. Мы просто хотим, чтобы все были здоровы. И мы хотим, даже если уже нет надежды, но каждый человек имеет право на продление жизни. Один день, два, год или десять не нам решать. Господь решает. Но врач – это тот человек, который является руками Господа. И он, наверное, материал. И инструмент, наверное, тот, который вершит эти судьбы, эти дела. Поэтому всех с праздником я хочу, чтобы было больше, наверное, все-таки добра между людьми и теплых, нормальных, адекватных отношений. Ольга Александровна, мы тоже вас поздравляем с праздником. Мы очень любим наших врачей. Мы их ценим и каждую неделю рассказываем о их сложном и таком нелегком труде. Спасибо вам огромное. С праздником. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.